Самое сложное решение, которое вы принимали во время учебы? Ну, может быть, вообще в целом жизни до этого момента. Сложное решение? Да. Один из последних вопросов. Почему все с книгами связано? АВИАЦИЯ ТРАНСПОРТОМУХАНДИСТИКИ ФАКУЛЬТЕТЫ Ученича курс ТАЛАБАСЫ Ляхова Ангелина. Ангелина, приветствуем вас в нашем проекте. Ангелина, расскажите, почему девушка выбирает профессию, связанную с авиацией? И вот когда говорят о авиации, многие думают о пилотах или о стюардессах, да, вот такая ассоциация у людей возникает. Вот у вас немножко сложная профессия по будущему, да, по вашему выбору, и возникает вопрос, сложно ли будет девушке, будучи инженером, работать именно в сфере инженерии авиационного транспорта? Ну, на первый вопрос, да, почему именно я выбрала эту профессию? На самом деле, вот, как вы сказали, когда вот мы, учась в, на нашем факультете, мы одеваем пиджак, белую рубашку, и все на самом деле думают, что я стюардесса, или там, что у нас молодые парни, которые учатся, они пилоты, но на самом деле не так, потому что в основном у нас, на нашем факультете авиационно-транспортной инженерии есть различные специальности, связанные не только с, ну, такие кафедры, как система аэронавигации, но и такие, как конструкция и эксплуатация и другие специальности, связанные с авиацией. Ну, эту специальность я выбрала, так как я, можно сказать, что я увлекалась авиацией, мне было это очень интересно, и у меня есть брат, с которым мы вместе поступили на факультет авиационно-транспортной инженерии, и дальше мы стали вместе учиться, на самом деле учеба, связанная с авиацией, очень интересна, и очень вовлекает, особенно если изучая это все, становится, на самом деле, очень интересно, вот. Поэтому, в общем говоря, если девушка в авиации, это как-то выглядит престижно, наверное, но я так думаю. Братом вы в одном направлении? Да, мы учимся в одном направлении, в одном группе. В одной группе, да? Да. А как учиться вместе с братом? Отлично, знаете, очень весело, у нас очень дружная группа, на самом деле. То есть это не возникает каких-то других, скажем, ограничений в плане общения и так далее? Нет, конечно, нет. Вот у нас, получается, наоборот, как-то друг другу помогаем, то есть, например, есть темы, которые ты, я не понимаю, например, не доходит, он может объяснить, если он в чем-то знает лучше, например, и как-то доходит лучше, и получается, и успеваемость, собственно говоря, тоже лучше. Об учебе, да? Хотелось бы получить ваше мнение насчет уровня образования в настоящее время. Ну, насчет уровня, ну, могу сказать, что хорошее, на самом деле, потому что в данный момент, я учусь на третьем курсе, и у нас есть специализированные предметы, которые направлены конкретно на нашу специальность и изучаются специальные предметы, то есть, и действительно ведут действующие диспетчера, которые сами вовлечены в процесс работы, то есть, они знают как, что, где, и непосредственно этим они делятся своим опытом, и получается, что мы тоже уже, начиная, получается, уже со студенческой поры, уже, как бы, входим в курс дела нашей будущей профессии и чем мы будем заниматься уже в будущем. Много разговоров в соцсетях этих разных кругах насчет коррупции в образовании, включая высшее образование, вот как вы относитесь к этому вопросу, имея в виду, что вы находитесь внутри этой системы, получаете образование, являетесь студенткой. Да, и на самом деле мы являемся студентом, и я являюсь студенткой, и, ну, перед тем, как поступить в университет, когда я слышала, что на самом деле было такое, что есть коррупция, что будет коррупция, если ты поступишь, но поступив в университет, я этого не встретила, потому что, как бы, у меня было свое мнение, то, что если даже такое и произойдет, то я должна предмет закрыть своими знаниями, то есть сдать экзамен своими знаниями и получить оценку только полагаясь на свои знания, и никак больше. И вот, учитывая это, с первого курса я не встречала коррупцию, касающую нашего факультета, ну, или даже нашей группы, нашего университета. А вообще слышали о том, что вот именно в транспортном университете, ну, насчет других вузов, я не знаю, вот у нас другие студенты, как бы. Нет, я не слышала. Я знаю, что учителя могут заставить сделать презентацию, написать там что-то, какие-то доклады, сделать рефераты, а чтобы коррупции было, нет, я не слышала. Вот самый сложный предмет или самый сложный момент или самый сложный экзамен для вас в той-той моменте. Чем, какие сложности или что именно у вас, чем ассоциируются или какие впечатления у вас? Ну, наверное, для всех первокурсников, когда вы поступаете в университет, начинаются такие общие предметы, как математика, физика. Это, несмотря на то, что мы изучали и готовились к этим предметам до поступления в университет, все равно было как бы сложно изучать математику. Ну, физика как бы шла сама собой, вот математика, конечно, была сложна. Давайте вот насчет, думаю, учебы достаточно поговорили. Я знаю, что вы являетесь активистами среди студентов авиационного факультета, и в неучебное время вы, как мне кажется, очень классно танцуйте, занимаетесь. Мне кажется, может быть, я не являюсь специалистом в этой сфере, но мне кажется, вот ваши танцы почти идеальны, как бы по мне, по мне это, да? Откуда такое увлечение у вас? Где начало? С чем это связано? И почему? Вот я ваши только узбекские национальные танцы только видел, да? Почему именно узбекские танцы, не русские и так далее, и так далее, не поп, не другие направления танцев, да? Ну, это, можно сказать, что это мое хобби, ну, мое увлечение то, чем я могу заниматься в свое свободное время. Ну, у каждого человека есть какие-либо увлечения, кто-то может читать, кто-то может хорошо петь, там, играть на инструменте. Ну, вот мое хобби, получается, что это танцы и направление именно народный танец. Не просто, получается, не современный, а народный. Это, получается, я могу исполнять не только национальный, но и другие танцы, но они такие, можно сказать, больше не современные. Вот. И это, наверное, я занимаюсь где-то с лет, где-то с шести лет. Ух ты. Да, вот так вот получилось, что... С детсада даже, да? Да, с детсада, получается, вот первый год с детсада, получается, я... Это было настояние моей бабушки, моей мамы, маминой мамы. И вот она предложила, что я единственная дочка в семье, и что девочку надо отдать на танцы, пусть она там позанимается. И я немного занималась-занималась. И потом переросло как бы всё в такое вот, как бы, любовь к исполнению конкретно вот танца на сцене. Вот, в общем, так получилось, что на протяжении многих лет я танцую. И у вас в арсенале, кроме узбекских национальных танцев, ещё имеются, наверное, другие? Да, конечно, там испанские, русские могу танцевать. Ну, различные танцы народные, вот, не только узбекские. Но в основном у нас, как сказать, у нас как по традициям, по обычаям, конечно, вот наши традиционные узбекские народные танцы, они больше всех приветствуются. Особенно там области хорезом, там намангам, бухара, всё вот приветствуется. Очень нравится, конечно же, да. А вот были ли какие-то случаи, допустим, неожиданные случаи, да, после танцев на сцене, скажем, со стороны зрителей или со стороны организаторов? Ну, если у нас были большие какие-либо концерты в нашем коллективе, то, естественно, у нас были банкеты, там, поздравления, там, цветы. Не, 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 не это имел в виду. А как? Ну, допустим, мне интересует один вопрос, честно, да, вот. Ну, допустим, да, может быть, какой-то парень подошёл к вам, ну, узбекской внешности, да, может, что-нибудь предложил вам после вашего выступления в этом плане, да, или ещё что-то такое подобное, да? Нет, такого не было. Такого не было, жалко, пропустили, вот, ребята, пропускаем момент, да? Надо воспользоваться. Ну. Пока есть возможность, да? Да. Так, сейчас, а у вас какие-то это есть? Награждения, какие-то титули и так далее, и так далее? Что бы сейчас это? Нет. Нету, да? Так хорошо, танцы, ни одного награждения, да? Нет, мы вот участвовали в конкурсе, у нас был международный, как фестиваль тоже, вот, «Одарённые дети Узбекистана», получается, категория была от 6 до 18 лет, вот, когда я ещё не достигла 18 лет, получается, мы участвовали, у нас в Узбекистане это было среди, вот, ну, всех вот областей Узбекистана, и мы заняли, по-моему, второе где-то место. Ну, это не для камень, не для этого. Ну, да, вот, в общем, вот, вы просто спрашиваете. А вы по нации? Я русская. Ага. Всё, всё, окей, окей, окей. Хорошо. Ангелина, вот, вы по нации являетесь... Русской. Русской, да? Да, русская. И вот как вы относитесь, чисто, вот, это интересный такой вопрос, вообще вы сами узбекский язык понимаете, да? Да. Как вы считаете, вот, русские, которые проживают в Узбекистане, должны ли изучать местный, то есть узбекский язык? Ну, если говорить обо мне, то, ну, я считаю, что да, это не было бы, как бы, лишним, если ты будешь говорить, если ты будешь понимать узбекский язык. Но я знаю очень много узбеков, которые знают тоже русский язык, и как мы друг друга понимаем. Ну, мне кажется, много, особенно в Ташкенте говорящих на русском языке. Да, на русском языке. Ну, давайте один вопрос я постараюсь вам на узбекском языке задать, а вы постарайтесь ответить на узбекском языке. На узбекском. Да, на узбекском. Давайте я там вырежу. Хорошо, попроще, да? Харорис – это что? Это решение. О, вы еще у меня такое спрашиваете. Я разговорный знаю, а такой не знаю узбекский. Нет, нет, давайте что-нибудь попроще вопрос тогда, да? Ой, ну, нет, вы что? Нет, нет. Давайте не будем разговаривать на узбекском. Я передумала. Нет, один вопросик хотя бы, да? Сколько мне лет спросите просто? Игрома, бреешь, там, скажи все. Нет. Самое сложное решение, которое вы принимали во время учебы, может быть, вообще в целом жизни до этого момента. Сложное решение? Да. Такого решения не было. Серьезно, такого решения не было. Кроме, вот, свободное время, да? Кроме учебы, кроме танцев, еще чем занимаетесь, если у вас имеется время? Учебой. Еще учебой, да? Хорошо. Немножко другой вопрос тогда. Самый яркий момент, либо самый ярчайший мероприятий, что ли, в университете для вас. Про это я могу рассказать. Это было, по-моему, на первом курсе. У нас, мы тогда еще, если вы знаете, принадлежали Ташкентскому транспортному университету. И от нашего факультета брались ребята для участия в международный авиационный форум был. У нас в Ташкенте проходил, когда все различные люди, которые так или иначе связаны с авиацией, они присутствовали у нас в Ташкенте. И вот мы, получается, помогали в организации форума у нас в Ташкенте, получается, совместно с этой организацией, которая организовала форум. Вот, это было самое такое запоминающееся. И очень было, на самом деле, интересно, потому что разные люди, разные языки. Ну, в основном был английский язык, вот, и всякие презентации, очень интересно было. Каждый свою идею презентовал, получается, для развития авиации, конкретно в нашем государстве. You're a loser. Вот, что для вас студентская весна? Это было много-много репетиций, мало-мало отдыха, мало-мало, получается, ну, в основном, больше подготовки. Но, с другой стороны, объединение коллектива, получается, вот, новые друзья, новые знакомства. Я участвую на третьем курсе, вот, не знала ребят, кто учится на первом, на втором курсе. И уже, получается, мы познакомились, познакомились, и вот мы периодически видимся на факультете, здороваемся, получается, уже много знакомств. Раньше мимо проходили, да? Раньше просто мимо проходили какие-то, ой, кто эта девочка, кто этот мальчик, а сейчас теперь уже мы все как друзья, считается. Как большая семья. Как большая семья, да, столько вместе прошли. Факультет авиационного транспорта в этом году занято первое место. Да. С тем поздравляю, это большой труд. И какие после этого или после вашего выступления, какие чувства преодолели вас? Ну, во-первых, это была радость, то, что, ну, мы долго готовились, мы трудились, мы хотели занять первое место. Ну, конечно, мы не были уверены, что мы займем первое место, потому что мы, это было первый раз, мы участвовали первый раз. И мы не знали, как нас оценят жюри, как нас оценят жюри, как, ну, как они будут на нас смотреть, вот. И так получилось, что как-то им очень понравилось наше выступление. Наверное, потому что мы старались, как бы, от души, все номера были от души, чисто вот, вообще прям. И заняв, ну, набрав 193 балла из максимальных 200, это, конечно, было для нас вообще просто... Мы, наверное, летели, да? Вверх всех верхом, да. Как настоящие объемшочки летели. Вверх всех верхом, да, да, да. Мы были готовы к полету взлетать. Понятно. Замечательно. Вот еще давайте вернемся к учебному процессу. И вот такой вопрос, что надо делать, чтобы улучшить процесс подготовки кадров именно в направлении авиационного транспорта. Ну, я не знаю, ну, я считаю, что нам надо больше практики в конкретно в каждой отрасли. Например, если мы авиадиспетчеры, нам больше надо тренироваться. Конечно, у нас есть часы, связанные с практикой нашей будущей профессии, но все равно я считаю, что этого недостаточно. И, во-вторых, это специализированный английский, тоже надо больше внимания уделять. И, конечно же, без практики, без практики наша профессия – это ничто. Если только практиковаться, практиковаться будет толк, и мы сможем стать достойными специалистами в будущем. Три книги, которые вы читали в течение последних трех-четырех месяцев. Ну, это книги, связанные с нашей учебой, можно сказать. Это документация. Один из последних вопросов. Какие книги, три книги вы можете рекомендовать друзьям, студентам, чтобы могли прочитать? Имеется в виду художественную литературу? Почему все с книгами связано? Потому что без книг никуда. Честно, сложно у вас? Мне сложно, потому что я не читала книги, понимаете? Самый-самый последний вопрос. Ваши рекомендации, ваши рекомендации молодежи, студентам? Если в будущем вы хотите стать достойными специалистами в своей сфере, если вы действительно с рвением получить знания, поступили в институт, конечно же, стоит достойно его закончить и достойно получить образование, и быть уверенными в себе специалистами, чтобы не подвести в будущем своих, наверное, учителей, которые нас учили, которые нам давали знания, и...